МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире передачи «Разберёмся» это совместный проект Одинцовского телевидения и общественная палата Одинцовского муниципального района. Сегодня мы будем говорить о развитии парков и рекреационных зон в Одинцовском районе. У нас в гостях представители комиссии по культуре, спорту и туризму и комиссии по экологии. Итак, знакомьтесь, Дмитрий Гавердовский, член Общественной палаты Одинцовского района, представляющий комиссию по культуре, спорту и туризму, и Екатерина Ванчикова, консультант-эксперт Общественной палаты Одинцовского района, представитель комиссии по экологии. Начнем, наверное, мы все-таки с подведения итогов Ведь на днях общественная палата второго созыва завершила свою работу И уже 6 июля состоится первое заседание общественной палаты третьего созыва Куда Дмитрий прошел по спискам, стал членом общественной палаты Дмитрий, предлагаю вам сейчас подвести такие некие итоги работы комиссии по культуре, спорту и туризму за те три года Которые вы провели в этой комиссии Насколько они были насыщенными, насколько были активными, интересными и продуктивными, что самое главное Ну, наша комиссия по культуре, спорту и туризму одна из самых активных, это все знают И мероприятий было много, это в основном, конечно, такие незначительные Это работа с обращениями граждан Это основное направление деятельности палаты Да, но тем не менее были такие мелкие вопросы Были большие проекты, да, серьезные какие-то проекты Вот я сейчас просто основные, значит, вам вспомню, да, что у нас было У нас вот постоянно проходят уроки мужества Когда члены комиссии выезжают в школы района И там устраивают концерты и рассказывают о войне Это очень интересно, детям очень нравится Хотя, как бы, да, дети, они сейчас, как бы, много времени прошло Такое направление патриотическое воспитание Это тоже сфера вашей деятельности Да, это очень интересный такой проект И причем он проходит постоянно То есть регулярно Во все школы, по-моему, уже посетили Вот, потом... Но патриотика ведь это не просто уроки мужества Это еще и велопробеги Да, вот это я хотел сказать Вело и квадропробеги, по-моему, да Два пробега, очень-таки серьезные крупные мероприятия Которые были осуществлены комиссией Да, был, значит, в 2015 году был квадропробег Очень известный, его, как бы, его все видели Участвовали все в нем Не только палата, но и жители, и квадроциклисты из района По местам боевой славы, да? Да, 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 это все было... Так, велопробег и квадропробег были посвящены именно 9 мая, Дню Победы Вот, велопробег был в прошлом году Это было вообще просто первое... Впервые в районе у нас... Мы ехали по Мажерскому шоссе, который был перекрыт ГИБДД Перекрыто было движение, и было очень непривычно ехать Я сам велосипедист, да, такой заядлый Нам было очень непривычно, что нам впервые разрешили Вот как в Москве перекрыли движение И ехать по братским могилам, где у нас были, так сказать, остановки Мы читали стихи, возлагали цветы, выпускали голубей И в часах был даже салют военный То есть очень было интересно И вот в этом году, к сожалению, не получилось И было очень много молодежи Ведь это очень важно, что не просто члены палаты, да, и взрослые Да, конечно Велосипедисты собрались, а молодежь участвовала Да вообще, очень много жителей, в том числе и молодежь Да, молодежи было очень много И там более 200 человек велосипедисты были Даже были... Вот мы как бы не хотели детей брать Потому что все-таки дорога, да Тем не менее, все равно, значит, папы брали своих... С детьми Да, очень хотели, чтобы дети тоже поучаствовали Ну, потом были такие вопросы, когда вот жители обращались с проблемами Допустим, открытие спортивного зала в Ликино У нас очень такой известный С этой проблематикой в самом начале вы вышли Да, да По-моему, первый год работы палаты Эта тема звучала практически на каждом заседании, да Вы рассказывали о том, как продвигается эта идея, да Создание спортивного зала, спортивного клуба В итоге вы добились своего, клуб был открыт Ну да, ребята долго искали помещение Просто ребята сами хотели, ребята из Ликино, жители, да Они очень хотели, долго вот вынашивали эту идею Все никак им это не удавалось Обратились к нам, мы как-то помогли С оформлением, с бумагами очень все сложно было То есть, ну, как говорится, очень пуцоли съели там, да Пока все это дело Они на свои деньги сделали ремонт Что очень, вот, как бы, да, я в пример ставлю Но спортклуб работает? Да, работает, все нормально Есть там небольшие проблемы по поводу там, так сказать Такие текущие, но мы их решаем Все работает Сколько молодежи занимается в нем? Откуда молодежь? Не только местные Приезжают даже с Солнцево ребята заниматься боксом Сейчас вот администрация оплачивает По последней информации она оплачивает тренера для детишек Дети ходят бесплатно туда И вообще я хочу подчеркнуть Самое важное, что этот проект Доступный спорт в Ликино Он задумывался изначально как социальный Как бесплатный абсолютно Вот, вот что нам сегодня не хватает У нас все клубы Это, в общем-то, все это дорого Заниматься спортом, да, родителям Водить детишек и, так сказать, школьникам ходить А вот этот проект, он один из первых Когда люди именно для жителей делают все это Делают все для жителей И как можно дешевле и доступнее Да, вот особенность деятельности Общественной палаты, общественников Что жители делают для жителей Вы жители района Создаете спортивные центры, да, спортивные клубы Продумываете велопробеги, квадропробеги Продумываете парковые территории Для жителей, для своих соседей Для своих семей, в конце концов, да Екатерина, вы известный человек в Голицыно Эколог, общественник И я знаю, что тот проект, с которым вы выступили Несколько лет назад, он был не просто замечен Да, но и попал в программу парки Подмосковья Сейчас будет реализовываться на территории Денцовского района Расскажите, что же это за такой уникальный проект Ну, проект, первый проект, с которым я вышла На проект нашей Подмосковья, на премию губернатора Это был парк своими руками Этот парк продолжает быть в таком же статусе, как и начинал К сожалению, там много кадастровых проблем К сожалению, пока не может эти вопросы решать Ни Иванов, ни правительство Московской области Хотя все хотят, никто не отказывается, все хотят Но пока что решаем Зато другой проект Когда мой проект «Парк своими руками» выиграл третью премию Наши Подмосковья Я, так сказать, была замечена везде и всюду И это очень помогло продвижению Я стала помогать администрации Разработала целый проект парковой системы в городе Голицыно Так как город Голицыно у нас разнесенный на некоторое количество километров По парковому стандарту мы имеем право иметь не один парк То есть по парковому стандарту каждый человек в пешей доступности В 10 минут на пешей доступности должен иметь парк Поэтому мы разработали целых 5 парков То есть проект составлял общие 5 парков Был парк исторический, был парк семейный, парк южный, парк западный, парк восточный Екатерина, вы говорите мы, то есть не вы одна, да? Ну, значит, там по разным местам были разные группы активистов Вот тот парк, который сейчас дошел все-таки до программы парки Подмосковья Это изначально был разработан активистами Красивого Одинцова Общественного движения Красивого Одинцова Леной Капран и Гришей Котлеренко Они разработали, они походили с ним везде Они получили разрешение, не разрешение, одобрение Министерства культуры Одобрение Иванова Андрея Робертовича Вот, и приехали в Голицыно По всем законам нужно было делать через местную власть И Александр Николаевич Дудоров прислушался И уже совместно с нашими актистами, со мной Мы уже начали это дело продвигать Я жила в администрации целый год Вот, буквальным образом, вот никто не даст мне соврать Вот, я жила, вот, ходила И в конце концов я добилась своего В 2015 году наши все документы приняли на то, чтобы выделить средства В 2016 году был проведен аукцион на проведение, на разработку проекта И вот в 2017 году мы попали в программу парки Подмосковья Выделено бюджетом 10 миллионов рублей И, соответственно, 10 миллионов из бюджета Московской области Вот, сейчас уже заканчиваются аукционные процедуры В этом году 44-й федеральный закон немножко предпринял некоторые изменения Поэтому немножко мы запоздали Но я надеюсь, что мы все успеем Сейчас уже определен поставщик Заключается договор буквально Вот, буквально в течение 10 дней будет заключен договор И до 30 ноября у нас поставлены ограничения Что должна быть проведена работа по благоустройству первой очереди нашего парка Это речь идет о каком парке? Исторический парк Парк Героев 1812 года Который запланирован в Больших Веземах, правильно? Рядом с Большими Веземами На территории Голицына с Большими Веземами Надо сказать, что этот парк войдет в общий туристический маршрут Который разработан был Рязановым Александром Михайловичем Люди садятся в электричку В отдельные специальные вагоны на Белорусском вокзале Едут до Голицына Там их встречают гиды и проводят Когда у нас будет поставлен Краевический музей Сейчас работы по Краевическому музею также у нас уже начаты У нас будет Краевический музей Соответственно, эти люди, туристы, они проходят через Краевический музей Потом через наш исторический парк И по мосту, через речку, которую Рязанов Александр Михайлович Специально для этого готовит, делает Они проходят уже на территорию Больших Везем Музея Пушкина Большие Веземы И потом оттуда они отправляются по отдельной траектории По отдельному проходу Специально для этого сделанному в парк Захарова То есть там будет такой длинный маршрут Очень интересный маршрут И мы, Голицына, обязательно туда вот вписались Это очень нас радует Что Голицына у нас не ударила в грязь лицом Мы так хорошо очень закончим этот путь Но путь на самом деле не заканчивается Нет, не заканчивается Поскольку действительно Человек, который поставил перед собой цель Он должен к ней идти Тогда эта цель осуществится, правда? Конечно Несмотря ни на что, несмотря на какие-то преграды, препоны Общественники — это люди с горящими сердцами, глазами Которые идут вперед к намеченной цели Я знаю, что еще один парковый проект Вы заявили уже на премию «Нашу Подмосковь» в этом году Да Кроме исторического парка на северной стороне Голицына В этом году мы заявили второй парк на южной стороне Голицына Река Веземка у нас течет как на южной, так и на северной стороне И, соответственно, и там, и там у нас есть пруды И вокруг прудов южной стороны раскинулись очень красивые места Там находится госпиталь рядышком ФСБ Находится УМЦ Голицына Там очень красиво И даже в какое-то время там было все облагорожено Там были дорожки, было освещение Но все это с годами пришло в упадок Территория с разделом имущества с годами перешла в собственность Непонятно, в неразделенную собственность Сейчас мы эту собственность уже возвращаем в «Нашу Голицына» Мы откадастрировали ее заново, возвращаем И, соответственно, ее будем приводить в порядок В первую очередь мы поставим освещение, будем делать дорожки И мы подали этот проект на наше Подмосковье Экопарк Южный Этот же проект мы обязательно будем подавать на еще один грант Потому что деньги, конечно, нужны Конечно, никто не отказывается Тут средства необходимы Мы будем подавать на грант инициативное бюджетирование Объявленное в этом году в Московской области Он уже проходит третий год, этот грантирование Но вот в этом году дошел до нашей области Я думаю, у нас все получится и мы получим этот грант Бесловно, получится А в какой категории вы заявили? Мы заявили «Зеленый регион» А сообщество, инициатива? Сообщество, инициатива у нас от 50 человек То есть вы группой заявили? Группа, да В нашем проекте участвуют все жители нашего города И работники детсадов, и школ И работники культуры нашего учреждения культуры, в котором я работаю И просто жители, они просто приходят Мы проводили субботники, мы убираемся, мы занимаемся Видно, что жителям не все равно Это самое главное, Катерина Самое главное, чтобы не было все равно Я предлагаю сейчас нашим зрителям посмотреть небольшой сюжет У нас в районе прошло совещание, которое касалось именно развития парков и рекреационных зон Совещание было областного уровня, на нем присутствовал губернатор И на нем озвучивались критерии, которым должны соответствовать парки, которые развиваются в нашем регионе Давайте посмотрим В Московской области проходит перезагрузка смотра конкурса парки Подмосковья Об этом сообщила министр культуры Оксана Косарева на семинаре по развитию рекреационных зон и парковых территорий Участие в котором, наряду с депутатским корпусом региона, местными главами и общественными деятелями принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев Приведение зон отдыха к единому стандарту задача не из простых И в этом вопросе большая роль отводится муниципалитетам В Одинцовском районе ведется плановая работа по благоустройству парков и развитию рекреационных зон Парки это, прежде всего, лес, который нам передается в муниципальные учреждения безвозмездно Соответственно, доступ в лес не ограничен Пользуются нашим парком все жители Но параллельно с этим есть запрос на какие-то уникальные вещи На тренировки, на занятия йогой, на пункты проката, общепита Вот эту дополнительную доходную часть каждому парку очень бы хотелось увидеть Потому что за счет этих денежных средств, во-первых, можно снизить значительную нагрузку на бюджет Ну и появляется фонд для дальнейшего развития Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха Визитная карточка района за последние два года он претерпел существенные изменения Из обычной лыжероллерной трассы превратился в полноценное место отдыха и занятий спортом Для всей семьи Освещенная трасса, прокат оборудования, уютное кафе, мастер-классы и спортивные секции Все это доступно и удобно, а главное в одном месте Не так давно в парке открылась комната матери и ребенка Обязательный пункт регионального стандарта Запрос жителей и запрос очень большой на то, чтобы были комнаты матери и ребенка Обращаю отдельно на это внимание, потому что если нет возможности выделить отдельное помещение То пеленальный столик можно оборудовать в туалетном модуле Сейчас это делает, например, парк елочки Детская площадка Это очень важный элемент парка, потому что, как правило, парки это место отдыха семей с детьми Детская площадка должна в любом случае отвечать стандартам ГОСТа по безопасности Но может быть оформлена в любом стилистическом решении под концепцию парка Обязательными элементами являются игровое оборудование, противоскользящее покрытие, освещение, озеленение И обязательно информация о возрастной категории, для кого площадка предусмотрена, о безопасности на площадке Из 82 парков культуры и отдыха в Подмосковье только 9 попадают в так называемую зеленую зону Где соблюдены все нормы регионального стандарта 63 стремятся к совершенству, 10 пока в аутсайдерах Губернатор Андрей Воробьев с особым вниманием обращался к представителям территорий Главы которых только приступают к развитию парковых зон Ведь места отдыха должны соответствовать запросам жителей И в то же время быть современными и инвестиционно привлекательными Мы, как депутаты, при формировании следующего бюджета Будем просить и работать с министерством и правительством С тем, чтобы расширить эту программу, увеличить финансирование на развитие именно паркового пространства На территории Московской области и продолжить эту работу По итогам семинара его участниками было принято решение осуществлять депутатский контроль За работами по созданию и благоустройству парков культуры и отдыха Организовывать выездные проверки А к 1 августа подготовить дорожную карту благоустройства с учетом региональных стандартов Уважаемые зрители, это передача «Разберемся» И сегодня мы говорим о развитии парков и рекреационных зон Я напоминаю, что задать свои вопросы гостям студии прямого эфира Вы можете по телефону 508-86-84 А прямо сейчас к нам присоединился общественник, активист, эколог Ян Дробышев Здравствуйте, Ян Мы продолжаем говорить о парках и об экологической составляющей проектов Которые в этом году заявлены на премию «НашПодмосковье» Я знаю, что вы выступили с очень интересным проектом Который называется «На маленьком плоту» В общем-то, название такое поэтическое, да? Тема серьезная Какая? Основная задача моего проекта – это создание плавучих домиков Для защиты перелетных птиц от бродячих домашних животных, ну и от людей, наверное, тоже Данный проект заключается в том, что в этом году мной вместе с моими друзьями было сооружено 10 плавучих домиков И они размещены в прудах, на прудах на территории жаворонского поселения В деревне Щедрино, в Трубачеевке и в самих жаворонках Мы наблюдаем за данными домиками И можем сказать, что в некоторых домиках птицы вывели потомство Мы считаем, что это очень хороший результат То есть наша цель достигнута Домики заселены Ну и, наверное, одна такая из интересных вещей Что данный проект мне помогла реализовать премию, которую я получил в том году Премия «Наша Подмосковья» В том году я уже был лауреатом премии с проектом «Сто новых гнезд» каждый год В том году я делал скворечники, в этом году я решил делать домики для уток Продолжить тему птиц, помочь перелетным птицам, да? Ян, но вы занимались этим не один, у вас была инициативная группа Дмитрий подключился к реализации этого проекта Да, я помогал еще несколько человек Тоже оттуда из Ликино, Щедрино, ребята Вот я изготовил, а мы уже перевозили, устанавливали, помогали Насколько вам это интересно? Взрослые люди занимаются созданием домиков для птиц Ну, хобби такое у человека Хочется сделать что-то лучше вокруг себя Чтобы, например, соседи, жители или гости поселения, когда проходили мимо прудов Обращали на них внимание, чтобы смотрели, что прилетели утки Чтобы они радовались, наблюдали за ними Хочется сделать что-то для экологии Что сейчас с этими домиками? То есть они на прежних местах, правильно? Да, плавают, все нормально Да, домики плавают, все хорошо Жители очень бурно поддержали данную идею Многие связались со мной в социальных сетях И предложили свою помощь по созданию дополнительных домиков Потому что жители хотят, чтобы на всех прудах Уже не только Жавроновского поселения, но и Одинцовского района Появились подобные домики И я считаю, что проект удачный И в следующем году планирую сделать домики И разместить их на территории пруда в Голицыно Где как раз Екатерина говорила о двух парках Ну и, конечно, хочется в Одинцово на Баранке Разместить несколько штук перед зданием администрации района Да, прекрасная идея, прекрасная затея И надеюсь, что все задуманное реализуется Я знаю, что вы несколько лет назад Выступили с еще одной такой интересной инициативой Это создание парка в том месте, где вы живете И эта идея, этот проект был озвучен На одном из заседаний общественной палаты Тема интересная, значимая Парки нужны, они важны для жителей Как место отдыха Что за парк? Расскажите Где-то в конце 2014 года У меня и у Евгения Семилетова появилась идея По созданию новой парковой зоны на территории нашего поселения Потому что поселение большое На данный момент есть только один парк Между третьей и четвертой советскими улицами Но жаворонки большие И всем трудно туда добраться Мы разработали проект по созданию зоны отдыха В районе деревни Ликино У нас есть карта Мы можем ее сейчас вывести на экран Что это за карта и можно как-то по ней сориентироваться Да, в мои руки попал генплан поселка Бронетанковая академия Который был разработан в 1947 году И можно увидеть, что в поселке Бронетанковая академия Которая примыкает к деревне Ликино Планировался парк отдыха Но, к сожалению, данный проект так до конца и не был осуществлен То есть парк отдыха не был построен И сейчас на месте парка находится частный сектор Что предполагает ваш проект? Каким вы видите этот парк? Мы видим этот парк Самое главное, чтобы он был зеленым Чтобы там было много деревьев Хотелось бы, конечно, чтобы там был маленький водоем Мы уже, в принципе, подобрали территорию Там есть небольшой пруд, который можно облагородить Также на территории парка обязательно должна быть детская площадка Велодорожка Потому что сейчас эта тенденция наблюдается во всем районе Ну и также, наверное, площадка для выгула собак Потому что для местных жителей это очень актуальная проблема А помимо презентации проекта на заседании общественной палаты Где вы еще показывали этот проект? С кем вы его обсуждали? Данный проект был показан главе сельского поселения Жаворонского Дэри Светлане Николаевне Она очень положительно высказалась о данном проекте И взяла его, как бы, как сказать, поставила плюсик данному проекту Помимо Евгения Семилетова и вас Кто еще занимается этим проектом? То есть есть ли инициативная группа? Или только это ваша такая обоюдная идея? Кто двигает проект? Трудно назвать точные фамилии, кто продвигает данный проект Но когда я стал консультантом и экспертом общественной палаты Общественная палата Одинцовского района помогает в продвижении данного проекта Но могу сказать, что за данный проект выступают очень многие жители Жаворонского поселения И особенно жители многоэтажных домов в деревне Ликино Но чего не хватает? Вот если мы все-таки отличемся от данного конкретного парка И вообще поговорим о развитии рекреационных зон у нас в районе Чего в первую очередь не хватает жителям? Чего они просят? Вы же общаетесь с жителями, с людьми, с соседями своими, с друзьями? Что в первую очередь нужно? Ну вот территория такая, где можно было гулять Можно было гулять с собаками, мамочки с колясками Чтобы могли ходить не по дорогам, где машины ездят А именно отдельное место нужно для этого Ну как пример, это Одинцовский парк отдыха Ну по-моему идеальное место для жителей, просто идеальное Я уже туда езжу на велосипеде очень лет, наверное, 15-20 Очень давно, когда еще там не было освещения Когда там был просто лес И вот сейчас видите, что он превратился Благоустроен, очень удобно Жителей много приходит Ну вот просто нравится Вот хочется, чтобы в каждом поселении такое было Ну все-таки Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха Это преимущественно, помимо того, что это место семейного отдыха Это еще и спортивная трасса, правильно? То есть есть четкая специализация А вот в вашем парке это будет исключительно рекреационная зона Если осуществится этот проект То есть это место, где можно будет просто погулять, правильно? Да, мы планируем, чтобы это было такое место притяжения жителей И из частного сектора, и из многоэтажных домов Чтобы жители могли встретиться, погулять по дорожкам Также мы хотели бы, чтобы в данном парке располагалась небольшая часовня Потому что до революции в деревне Ликино и Щедрино располагались часовни Но, к сожалению, они не дошли до наших дней Мы хотели бы восстановить историческую справедливость И организовать часовню в этом парке Очень интересно У нас есть звонок от нашего зрителя Здравствуйте, вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Я Перова Алла Степановна Здравствуйте Старшая по дому Северная 64, уполномоченная мэра Меня интересует вопрос организации парка и мест отдыха Воденцова У меня такое ощущение, что наш город стал действительно поселением, а не городом Поскольку при таком населении мы практически не имеем настоящего места отдыха Прогулочная зона вокруг администрации Это не есть место отдыха Сколько бы я не обращалась на протяжении последних 10 лет по данному вопросу Мне отвечали Подождите, вот в центре будет строительство Освободительная площадь Сделаем парк Вот мне очень интересно Каково же отношение нашей администрации на сегодняшний день К организации отдыха в целом Поскольку молодежь у нас зачастую находится во дворах Выйти для отдыха в спортивный парк Это очень здорово Но до него еще нужно привычно добираться И не все люди пожилого возраста, особенно, в состоянии это сделать Поэтому у меня убедительная просьба Еще раз обратить на это внимание нашей администрации И все-таки принять окончательное решение О настоящей зоне отдыха для всех горожан До свидания Алла Степановна, спасибо большое за Ваше замечание Я хотела бы Вас пригласить Поучаствовать в конкурсе по благоустройству Который проводит Общественная палата Одинцовского района Совместно с территориальным управлением Главы архитектуры Московской области Проект называется Создадим красоту вместе Твой район, твои идеи Если у Вас есть идея по благоустройству Какой-то конкретной территории нашего города Или района Вы можете эту идею озвучить Заявите в рамках этого конкурса Все подробности о проведении этого конкурса Об условиях участия Размещены на сайте Общественной палаты www.op.1.ru Загляните на этот сайт И там найдете всю необходимую информацию Обязательно подключайтесь Озвучивайте свои идеи, свои предложения Я думаю, что Они найдут отклик И на высшем уровне в том числе Что скажете, коллеги По поводу такого заявления Хорошая идея Я считаю, что вообще В каждом поселении В каждом городе Обязательно должны быть парки И не один, а несколько Даже если мы, к примеру, возьмем Москву Где и так достаточно много парков И зон отдыха Центральное место Место, где располагалась гостиница «Россия» Отдано под парк «Зарядье» Хотя такая дорогая земля Казалось бы, да? Нет, тем не менее парк Честно говоря, вот на том семинаре Который проходил в Мещерском парке Действительно, парк «Зарядье» Приводился как один из таких ярких примеров Реализации парковых проектов И изначально, как заявил архитектор Который занимается реализацией этого проекта Он возник как такая вот фантастическая идея Вот просто возникла идея Почему бы и нет? А потом постепенно эта идея обросла профессионалами Которые предложили А давай реализуем И в общем-то, что мы наблюдаем Парк планирует открыть ко дню города Москвы Вот видите, любая идея Какой бы фантастическая она ни была Это касается и проектов И Екатерины, Яны И касается ваших проектов Мне кажется, что все зависит от целеустремленности Если есть желание, силы, терпение То все получится Яна, а мне хотелось бы коснуться еще одной сферы вашей деятельности Раз уж вы у нас в студии Вы человек интересный Я знаю, что вы занимаетесь коллекционированием самоваров И на одном из мероприятий, которые проводила общественная палата Это было спортивное мероприятие для людей, скажем так, почтенного возраста Спортивное соревнование Почти на всех мероприятиях На всех мероприятиях На Воденцово пыхтел самовар В музее была его выставка Да, была выставка Но вот на это мероприятие я тоже несколько экземпляров выставил Что это такое? Еще одно направление вашей деятельности Это такая вот ваша любознательность Такая открытость жизни Это мое хобби Это любовь к русской культуре Как бы любовь ко всему такому домашнему К тому, что объединяет людей Сейчас у меня в коллекции в районе 50 самоваров Весной в этом году я получил приглашение от Кровеческого музея Который располагается в Одинцово Об организации своей первой самоварной выставки Я ее с успехом открыл Там было достаточно много гостей Выставка продлилась месяц После этого выставка переехала в Голицынский пограничный институт А после этого переехала в театральный центр Жаворонки И вот буквально недавно она завершилась Ну что же, уважаемые коллеги Благодарю вас за участие в передаче «Разберемся» Было очень интересно Я думаю, что эфир получился насыщенным Таким самодостаточным Спасибо вам Желаю успеха в реализации всего задуманного И уже увидимся с вами в третьем созыве Общественной палаты Одинцовского района Уважаемые зрители, это была передача «Разберемся» У нас в гостях были представители комиссии по культуре, спорту и туризму И комиссии по экологии А я еще раз хочу напомнить вам Что Общественная палата Одинцовского района Проводит конкурс по благоустройству Создадим красоту вместе Вы можете принять в нем самое активное участие Заявки принимаются до 30 июля Это была передача «Разберемся» До встречи Хочешь преобразить свой двор или детскую площадку? Участвуй в конкурсе «Создадим красоту вместе» Лавочки, качели, карусели, горки Придумай, нарисуй и отправь на электронный адрес Создадим красоту собака mail.ru Или принеси свой проект в районную администрацию по адресу Улица Маршала Жукова, дом 28 Яркие идеи, интересные решения Прояви себя в любой из семи номинаций Успей заявить о себе до 30 июля Подробности на сайте общественной палаты Одинцовского района Помни, твой район, твои идеи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин